Рассказать всем все и сразу о новом законе по совершенствованию пенсионного обеспечения граждан специалисты Пенсионного фонда Свердловской области решили посредством видеопресс-конференции. С 1 января 2015 года пенсионные выплаты состоят из двух частей. Это страховая пенсия и накопительная. Страховая пенсия рассчитывается, исходя из индивидуальных пенсионных коэффициентов или, проще говоря, бан, и включает в себя фиксированную выплату. Аналог фиксированного базового размера с труховой частью трудовой пенсии по старости. С 1 января 2015 года фиксированная выплата составляет 3935 рублей. После индексации пенсии с 1 февраля текущего года на 11,4% ее размер составляет 4383,59 рубля. Накопительная пенсия устанавливается на основе федерального закона, то есть путем деления всех накоплений на ожидаемый период дожития – 228 месяцев. Страховая же пенсия рассчитывается, исходя из баллов и фиксированных выплат, комментируют специалисты Пенсионного фонда Свердловской области. Каждый год работодатель будет перечислять за работника страховые взносы на его будущую пенсию. Эти взносы будут автоматически пересчитываться в баллы. Баллы за каждый год трудовой деятельности будут отражаться на лицевых счетах застрахованных лиц, которые при назначении пенсии будут суммироваться и переводиться в рубли. Плюс за каждый год более позднего выхода на пенсию начисляются так называемые премиальные баллы. Количество пенсионных баллов за один год может достигать 10. Они складываются из суммы уплаченных страховых взносов. При формировании пенсии учитывается только официальная заработная плата, с которой работодатель выплачивал страховые взносы. Чем продолжительнее страховой стаж гражданина, тем больше у гражданина будет заработано баллы. Кроме того, начиная с 2015 года, за каждый год более позднего выхода на пенсию будут начислены повышающие или так называемые премиальные коэффициенты. Условиями для назначения страховой пенсии по старости считается возраст гражданина, наличие 15 лет страхового стажа и наличие индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. Все эти условия должны быть соблюдены одновременно. При этом следует учесть, что наличие баллов и стажа будут вводиться постепенно, в течение 10 лет, с тем, чтобы гражданин сумел адаптироваться к новым условиям и заработать право на пенсию. Так, при назначении пенсии по старости в 2015 году требуется не менее 6 лет страхового стажа и не менее 6,5 баллов. В случае отсутствия этих составляющих, человеку будет назначена социальная пенсия. Если у вас возникло желание узнать о том, как вы будете жить на пенсии уже сегодня, для всех застрахованных граждан пенсионным фондом разработан новый электронный сервис – личный кабинет. Здесь можно найти всю информацию о сформированных пенсионных правах в режиме онлайн. Для тех же застрахованных лиц, которым еще предстоит выйти на пенсию, сервис позволяет получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, начисленных страховых взносах. Когда вы входите вглубь личного кабинета, у вас высвечивается несколько вкладок. Одна из них – это общие сведения и порядок формирования пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. Войдя в личный кабинет, который расположен на официальном сайте пенсионного фонда, можно получить подробную информацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, о размере, начисленных страхователями, страховых взносах, которыми располагает пенсионный фонд. Для удобства пользователей предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина. Это облегчит, наоборот, жизнь для застрахованных граждан, чтобы они слышали, что многие там звонят, почему не получаем письма счастья. То есть, а хочется узнать, сколько работодатель за человека перечислил страховых взносов. Вот когда он зарегистрируется, войдет в этот кабинет, запросит извещение о состоянии индивидуального лица и увидит, перечислил на него работодатель, когда гражданин у него там трудился страховых взносов или нет. То есть, если он считает, что он получал больше, а почему-то средств перечислено меньше, здесь он может пойти к работодателю и потребовать. Почему так получилось? Личный кабинет позволяет рассчитать свою будущую пенсию. Это можно сделать с помощью усовершенствованной версии уже известного всем пенсионного калькулятора. С 2015 года калькулятор стал персональным. В новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах. Единственным условием для получения всей этой информации разработчики данного электронного сервиса называют регистрацию на сайте госуслуг. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости Полевского.